Пожар на улице Шахтёров в Красноярске стал самым крупным за последние годы. Сотрудники всех городских пожарных частей тушили его больше четырёх часов. Впервые привлекли даже авиацию. Насколько наши огнеборцы готовы к такого рода ЧП? Тема нашего сегодняшнего контролинга – остаться в живых. Пожарно-спасательная служба. За каждым таким звонком стоит чья-то жизнь, поэтому действия диспетчера отработаны до мелочей. Нужно успеть определить рамп пожара и отправить спецтехнику к месту происшествия. На всё про всё – одна минута. Внимание по вызову. Следуем. Загорание жилого дома. Вызов передаётся в ближайшую пожарную часть. В тот день, 21 сентября, звонок о пожаре в 25-этажном доме на Шахтёров поступил в 13.48. Уже через две минуты первый пожарный расчёт был на месте. Со всех городских частей стянули 40 единиц пожарной спецтехники, в том числе и высотные автолестницы, и, например, вот такой автокаленчатый подъёмник АКП-50. Поднимает пожарного на 50 метров, но достаёт он только до 16-го этажа. А вот финская техника – самый большой в России коленчато-телескопический подъёмник. Спасательные операции можно проводить, даже если вплотную к зданию подъехать невозможно. Такой машины на вооружении наших огнеборцев нет, поэтому тушили пожарно-шахтёров с вертолётов. Когда и куда именно сбрасывать воду с земли, по рации подсказывал наводчик. Подняли вертолёты с ВСУ, водно-сбросным устройством. ВСУ 5, так называемое, значит, 5 тонн воды вывозит. Значит, заправка осуществлялась на реке Енисей, и все мы прекрасно видели, наблюдали, как своевременно, метко и прицельно они сбрашивали именно на тот участок пожара, который приходилось отбивать от тех стен, которые ещё не горели. А сегодня мы вместе с пожарными поедем на вызов. С поступления звонка в часть до выезда проходят считанные секунды. Но за отточенными действиями стоят годы тренировок. На первоначальную подготовку иногда уходит до полугода. Алексей говорит, многие не выдерживают такого ритма работы. Но он за 9 лет уже привык. Вспоминает, как попал в профессию. Сначала в армии, как в наряды ходил в пожарную часть. Больше всего, наверное, там понравилось, а потом после армии, как старался пойти в пожарную часть. Ну и так, в принципе, мечта сбылась. Впрочем, учатся пожарные всю жизнь. Чтобы постоянно быть в тонусе между выездами, занимаются каждый день по 4 часа. Теорией и практикой. Чтобы уже на пожаре ни у кого не возникло вопросов. И все действовали как одна команда. Имеется, скажем так, контрольное время выполнения каждого норматива. И уже от того, насколько квалифицированно работает пожарный, делается вывод. То есть, какие элементы отработать еще более тщательно. На то, чтобы собраться у пожарных, ушло чуть больше 40 секунд. Едем тушить пожар вот на такой автоцистерне объемом больше 3000 литров. Поехали. Чтобы добраться до пожара, у нас есть не больше 10 минут. Сейчас дорога относительно свободна. Тяжелее приходится в час пик. А когда горел дом на шахтеров, пожарным мешали красноярцы, которые ради удачных кадров бросали машины прямо на дороге. И вот обычная картина. Забитый машинами двор. Мы просто не можем подъехать к нужному дому. На большой машине проехать очень трудно по двору. Особенно ночью, когда все заставят. Также было и в воскресенье на шахтеров. Чтобы пожарная техника могла подъехать к высоткам, пришлось эвакуировать припаркованные рядом машины. В МЧС говорят, во дворах нужно выделить места для спецтехники. Так делают в Москве. Перед сдачей дома его проверяют десятки специалистов. Систему дымоводаления, систему сигнализации, пожарные краны. Все это предусматривается в зданиях высотой свыше 28 метров. То есть, по сути, выше 10 этажей. При проведении проверок у нас много возникает вопросов, много замечаний мы по ним выдаем. К дому мы все-таки подъехали. Для этого пришлось петлять по дворам несколько лишних минут. К счастью, мы ездили не на реальный пожар, а тренировались. Пожарные сетуют, даже если федерация и муниципалитет все-таки выделят деньги на покупку автолестниц высотой 85 и 100 метров. Проехать на таких больших машинах в наших узких дворах просто нереально. Но все же в МЧС надеются, что после недавнего пожара все, от кого зависит жизнь и безопасность людей, сделают выводы. Мы уверены, что контролинг – наша общая задача. Выкладывайте свои фотографии и делитесь своими мыслями. По этой теме или любой другой требующий контролинга на нашем сайте и во всех социальных сетях. Также рассказывайте свои истории по телефону 236-0136. Уже завтра мы подведем итоги вашей активности и, может быть, расскажем именно вашу историю. Ольга Тишинина, Денис Тимошенко. Новости. 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 Новости.